Послание к римлянам. Глава 9. И богослужение, и обетование, и их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь. Но не то, чтобы слово Божие не сбылось. Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его. Но сказано, в Исааке наречется тебе семя. То есть, не плотские дети, суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково. В это же время приду, и у Сарры будет сын. И не одно это, но так было и с Ревеккою, когда она защила в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились, и не сделали ничего доброго или худого, дабы изваление Божие в избрании происходило, не от дел, но от призывающего, сказано было ей, больше будет в порабощении у меньшего. Как и написано, Иакова я возлюбил, а Исаава возненавидел. Что же скажем? Неужели не правда у Бога? Никак. Ибо Он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. И так помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. И в описании говорит фараону, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. И так, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из изычников, Как и у Оси, говорит, не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленную. И на том месте, где сказано им, вы не мой народ, там названы будут сынами Бога живого. А Исаия провозглашает об Израиле. Хотя бы сыны Израилевы были счастлом, как песок морской, только остаток спасется. Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на земле. И, как предсказал Исаия, если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы, как Содом, и были бы подобны Гаморре. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закон о праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо преткнулись о камень преткновения, как написано, Вот, полагая, всего не камень преткновения и камень соблазна. Но всякий, верующий в Него, не постыдится. Римлянам, 10 глава. Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, А они не покорились праведности Божией. Потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек жив будет им. А праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести. Или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но, что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, И сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в него не постыдится. Здесь нет различия между Иудеем и Еленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано? Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до предела вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первое Моисей говорит, я возбужу вас ревно с ненародом, раздражу вас народом несмысленным. А Исаия смело говорит, меня нашли неискавшие меня, я открылся не вопрошавшим о мне. Об Израиле же говорит, целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному. Римлянам 11 глава. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я, израильтянин, от семени Авраамова и с колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал? Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Ильи? Как он жалуется Богу на Израиле, говоря, Господи, пророков Твоих убили, жертвники Твои разрушили, остался я один, и моей души ищут? Что же говорит ему Божеский ответ? Я соблюл себе семь тысяч человек, которые не преклонили колени перед Ваалом. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. И если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело. Что же, Израиль, чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились. Как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. И Давид говорит. Да будет трапеза их сетью, тянет ими и петлей в возмездие им. Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет сагбен навсегда. Итак, спрашиваю. Неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Вам, говорю язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужду ли ревность в сродниках моих по плоти, не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое. Если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились. А ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветками. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо. А они отломились неверием. А ты держишься верою, не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию? Строгость к отпадшим. А благость к тебе, если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле от счастья до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сея завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвания Божия не приложены, как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их. Так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушании, чтобы всех помиловать. О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, что Он должен был воздать? Ибо все из Него им и к Нему. Ему слава вовеки! Аминь! Римлянам, 12 глава Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком, Сим, но преобразуйтесь с обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь – один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Учитель ли? В учении. Увещеватель ли? Увещевай. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Начальник ли? Начальствуй с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Любовь добой непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте. Духом пламенейте. Господу служите. Утешайтесь надеждою. В скорби будьте терпеливы. В молитве постоянно. В нужных святых принимайте участие. Ревнуйте о странно приимстве. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плащите с плащущими. Будьте единомысленны между собой. Не высокомудрствуйте. Но последуйтесь смиренным. Не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло. Но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано «Мне отмщение я воздам», говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Римлянам, 13 глава. Всякая душа добудет покорно высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, и тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся. Ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание, делающему злое. И потому надо наповиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подать и платите, ибо они, Божие служители, всем самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать? Подать. Кому оброк? Оброк. Кому страх? Страх. Кому честь? Честь. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого и все другие, заключается всем слове «Люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и обличемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. Римлянам 14 глава Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба, перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дни, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем ли или умираем всегда Господне. Ибо Христос для того и умер и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. А ты что осуждаешь брата твоего? Или ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано, живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судить и о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечистым. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губит твоей пищей того, за кого Христос умер. Да не хулиться, Ваша добрая. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достойен одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется или изнемогает. Ты имеешь веру? Имею сам в себе перед Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающее, если ест, осуждается, потому что не по вере. А все, что не по вере – грех. Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена через писания пророческие, по повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их вере, единому, премудрому Богу, через Иисуса Христа слава вовеки. Аминь. Римлянам, глава 15. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию, ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, «Злословие злословящих тебя пали на меня». А все, что было писано прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение додарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно и едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Разумеет то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанные Отцам, а для язычников – из милости, чтобы славили Бога, как написано, «Зато буду славить тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». И еще сказано, «Возвеселитесь, язычники, с народом Его». И еще, «Хвалите Господа все язычники и прославляйте Его все народы». Исайя также говорит, «Будет корень Исеев, и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут». «Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждою». «И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы, полный благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, поданной мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священно действие благовествования Божия, дабы сие приношение язычников, будущее освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». «Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников в вере, словом и делом, силой знамений и чудес, силой Духа Божия, так, что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании. Но, как написано, не имевшие о нем известия увидят, и не слышавшие узнают. «Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам, ныне же не имея такого места в сих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, как только предприиму путь в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. «А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должно им послужить в телесном. «Исполнив это, я верно доставлю им сей плод усердия и отправлюсь через ваши места в Испанию, и уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова. Между тем умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудеи, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в радость, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами. Бог же мира, да будет со всеми вами. Аминь». Римлянам, 16-я глава. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, дьяконисту церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как приличный святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим, и мне самому. Приветствуйте Прискилу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь. Приветствуйте возлюбленного моего Эпинета, который есть начато Хакайи для Христа. Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас. Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа. Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе. Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, Истахия, возлюбленного мне. Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе. Приветствуйте верных из дома Арестовулова. Приветствуйте Родиона, сродника моего. Приветствуйте из домашних Наркиса, тех, которые в Господе. Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе. Приветствуйте Персиду Возлюбленную, которая много потрудилась о Господе. Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его, и мою. Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев. Приветствуйте Филолога и Юлию, Нерея и сестру его, и Олиампана, и всех с ними святых. Приветствуйте друг друга целованием святым. Приветствует вас все Церкви Христовы. Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделений и соблазнов, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. Ваша покорность в вере всем известна. Посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просто на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Приветствует вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, и Асон, и Сосипатор, сотрудники мои. Приветствую вас в Господе я, Тертий, писавший сие послания. Приветствует вас Гаий, странноприимец мой и всей Церкви. Приветствует вас Ераст, городской казнохранитель и брат Кварт. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.